Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Вторая серия из Чикассы. Увидите, конец какой будет. Поджог или случайность. Десятки людей остались без источника дохода в результате пожара на втором рынке. Почему горят торговые точки столицы, узнавали наши корреспонденты. Более ста отравившихся в Хасавюрте. Причина – опять вода. Специалисты пытаются выяснить, почему горожане массово слегли с диагнозом «острая кишечная инфекция». Впечатление о Дагестане с муфтием республики Дагестан. Посол Индонезии встретился с духовным наставником мусульман республики. Эксперты выясняют причину крупного пожара на втором рынке. Накануне ночью там загорелся овощной отсек. Площадь пожара составляет более 300 квадратных метров. Территория рынка отцеплена. Пока власти подсчитывают ущербы, арендаторы рынка бастуют на площади. Обо всем по порядку. Моя коллега Пасимат Ханапова. Сейчас мы находимся на втором рынке, где в результате пожара вчера было уничтожено более 15 таких торговых точек. По официальной версии, причина возгорания – это замыкание электропроводки. Однако владельцы этих торговых помещений считают иначе. Они называют причиной поджог. Пожар произошел в девятом часу, время когда все работники закрыли свои точки и успели разъехаться по домам. Если бы не Магомед Гаджи, то пламя охватило бы гораздо больше территории. Владелец близлежащего кафе – единственный человек, который вовремя заметил возгорание и вызвал подмогу. Я хозяин этого кафе. В 8.30 я вышел в дверь с этой стороны закрыть сюда и заметил здесь такая искра, пламя. И в этот момент смотрю туда, и вон где эти люди стоят, оттуда сюда уже пламя идет. И сразу позвонил МЧС, пожарные. Пока они пришли, в течение 15 минут уже пламя дошло до суда. Основной ущерб пришелся на овощные отсеки. Здесь в одном из контейнеров и произошло возгорание. Однако пламя успело охватить и соседние отделы. Это вещевые и бытовые магазины. Благо, никто из людей не пострадал. Поджог это или неисправность, выяснят эксперты. Известно одно – отмечают арендаторы. В убытке, как всегда, останутся они. Основные владельцы этих торговых точек – погорельцы из Ирчи-Казака. Это те, кто уже проходил через огненный рынок. Еще не успели восстановиться, а история уже повторяется. 6 тысяч человек там с проблемами. Люди остались, перешли сюда, сами поднимаются. Опять налогами нас душат, пугают этими пожарами. Это сигнал первый. Второй – там даже нет у этих людей уверенности, что они вечером выйдут с магазина, закроют товар, оставят до утра. Что там произойдет? Уверенности нет. Это вот вторая серия Ирчи-Казака. Увидите, конец какой будет. Вторая серия Ирчи-Казака – так уже успели назвать инцидент владельцы точек. Они уверены, исход будет таким же. Десятки людей останутся без источника дохода, ущерб не возместят, а условия для нормальной работы им так и не будут созданы. Я бы еще не считал, вы можете снять магазин, внутрь посмотреть, там все сгорело. Я не знаю, еще до меня не дошло, я еще с шоком в самом состоянии. А это ваш единственный доход? Дизайн? Ах, что делать, конечно. История с Ирчини повторится. Во всяком случае, такой вывод можно сделать со слова арендодателя. Директор рынка «Атриум», или как его называют в народе второго рынка, обещает помочь погорельцам, поддержать финансово, а в будущем обеспечить полную противопожарную безопасность. Проблем у нас таковых с противопожарной безопасностью, касаемо вот этих уличных ангаров, не было. Вот эти все требования, предписания, которые были раньше прописаны, мы их устраняли. Какие-то нарушения внутри рынка еще частично идут, добиваются эти работы. Но в основном проблем не было с этим. Будет ли ущерб возмещен? Ну, мы, как управляющая компания, в любом случае окажем содействие. Постепенно, поэтапно, да, я думаю, подключатся руководители региона. И мы тоже стороне не останемся, безусловно. Окажем всяческую помощь, поддержим наших. Стоит отметить, что неделю назад на центральной площади Махчакалы собрались порядка ста владельцев торговых точек этого рынка. Возмущались, что их малому бизнесу перекрывают все пути. Началось все с поднятия платы за аренду в четыре раза. С 300 до 1200 рублей за квадратный метр. Кроме того, с них требуют сбор в размере 120 тысяч рублей для обеспечения и установки системы противопожарной охраны. Вчерашний пожар для этих людей стал последней каплей в чаше, отчего сегодня они решили вновь выйти на митинг. Цель митинга – устал народ. Чтобы аренду, аренду, во-первых, аренду не поднимали, и что вот эти 110 тысяч, которые они хотят взять за пожарную безопасность, чтобы не брали с предпринимателей, а сами решали эти свои вопросы. Вот это у нас вот. И на сегодняшний день мы хотим безопасность, гарантии безопасности нас и нашего товара. Потому что, извините, это нелегким трудом заработанный товар, и все мы в то, что вкладываем, мы не хотим, что это сгорело и повторилось то, что было на Ирче или там в другом месте. Поэтому вот это наше требование. Почему в Махачкале горят рынки? Ответа на этот вопрос, вероятно, никто не даст. То ли не соблюдение пожарной безопасности, то ли на участке кто-то точит глаз. А вообще, может, это простая случайность. Но факт остается фактом. Страдает от этого лишь простой народ. Здесь все вокруг перекрыто. На втором рынке объявлен санитарный день. Внутрь никого не пускают, разве что представители власти и СМИ. Сегодня здесь непривычная для рынка тишина. Ни продавцов, ни покупателей. Работают лишь эксперты. Им и предстоит установить причину возгорания и сумму нанесенного ущерба. Будем следить за развитием событий. А вот будет ли какой-либо сдвиг в этой пламенной эпопее, уже совсем другая история. Тем временем около 50 человек выписали из Хасавюртовской центральной больницы. Напомню, в городе отравились более 100 человек, 90 из которых дети. Предварительная причина – некачественная питьевая вода. Сейчас специалисты пытаются выяснить, из-за чего произошло массовое отравление. Все подробности у Карины Баталовой. С утра вроде бы все было хорошо. А к вечеру головная боль, рвота, температура. Причина – отравление. Врачей в ожидании результатов бактериологического анализа. Лишь на его основании можно поставить клинический диагноз. Предварительный – острая кишечная инфекция. В соответствии с ним сейчас и лечат пострадавших в центральной городской больнице Хасавюрта. Они к нам подходят с жалобами на подъем температуры, вялость, слабость выраженная и, соответственно, жидкий стул, рвота. В данном случае все наши дети нуждаются в регидратации, то есть в обильном выпаивании. И в инфузионной терапии. Туда входят все солевые растворы. И также они получают антибиотикотерапию, ферментотерапию, биопрепараты и витаминотерапию. Самыми уязвимыми в таких ситуациях становятся дети. Вот и сейчас из 104 пострадавших 90 – это малыши. В состоянии тяжелом поступил. Ребенок практически не ходил. У него уже было обезвоживание. На данный момент его капают до сих пор. Получаются необходимые препараты. На данный момент все хорошо, в принципе. Ребенок лечения получает. И также другие детки, которые поступили с нами вместе, они тоже чувствуют себя гораздо лучше. По предварительным данным, массовое отравление произошло из-за питьевой воды. Поэтому эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Употреблять только кипяченую или бутилированную. Чаще мыть руки, а также использовать для мытья фруктов и овощей предварительно очищенную воду. Тем временем в городе продезинфицированы все магистральные водопроводные сети. Приняли превентивные профилактические меры отключить воду из реки Акташ, которой подаются городские водопроводные сети, отключить и пустить туда другую воду, Сулакскую воду. По одной из версий, загрязнение воды произошло из-за размыва скотомогильника близ села Ленинаул. Но в Министерстве сельского хозяйства опровергли данную информацию. Эксперты заявили, что могильник находится на приличном расстоянии от реки Акташ. Да и осадков за последнее время выпало мало. А значит, остается ждать результатов проверки. Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело. Карина Баталова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, новости 24, Хасаверт. Сегодня муфтия Дагестана посетил посол Индонезии Мухаммад Вахид Суприяди. Гость отметил, что давно хотел посетить Дагестан и встретиться с шейхом, но не удавалось найти для этого удобного времени. Он рассказал о своей поездке в Дербент и поделился положительными впечатлениями со встречи с торговцами махачкалинского рынка. Муфтия Республики, в свою очередь, также поблагодарил за визит почетного гостя. На встрече также присутствовал министр по национальной политике и делам религии Республики Энрик Муслимов. Далее делегация направилась в центральную мечеть Махачкалы. Для почетных гостей провели экскурсию и рассказали об истории зарождения мечети и ее особенностях. После гости из Индонезии в сопровождении муфтия Дагестана посетили территорию строящегося духовного центра имени пророка Иссы, мир ему. Им показали и рассказали о масштабах проекта и объектах, которые будут в ней расположены. В завершение члены делегации посадили деревья на территории будущего парка, прилегающего к мечети имени пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. Перспективные руководители, управленцы и просто лидеры. Шестеро дагестанцев пробились в финал конкурса «Лидеры России». Поздравил с показательными результатами жителей республики мэр города Салман Дадаев. Торжественное мероприятие по случаю участвования участников проекта прошло в одном из столичных заведений. Там побывала и наша съемочная бригада. Лидерами не рождаются, ими становятся. Эти слова для них уже стали мотивирующим девизом. Их шестеро – Дагестана, сумевших пробиться в финальную стадию конкурса «Лидеры России». Традиционно в Дагестане с размахом чествуют спортсменов. Но в этот раз торжественное мероприятие было посвящено специалистам иной сферы деятельности. Поздравить с хорошим результатом на конкурсе его участников пришел мэр города Махачкалы Салман Дадаев. Наши ребята и болели за вас, зная, что заняв эти позиции, получу дополнительные возможности для вашего образования. Вы получите свои компетенции, и, конечно же, вы будете полезны ресурсами. Те знания, навыки, которые у вас есть, которые мы дополнительно развили там. У нас в планах есть проявление конкурса по отбору руководителей и украинских адов в город. Я очень надеюсь, что вы примете в этом участие, непосредственно участие, поможете нам в отборе именно тех ребят, которые обладают нужными компетенциями для городского управления. Победить, к сожалению, не удалось. Но победа, как отмечают конкурсанты, не столь важна, как полученный опыт и навыки за время участия в конкурсе. У каждого из них своя идея, которую они мечтают воплотить. Финалисты провели видеопрезентацию проектов, а также поделились впечатлениями о конкурсе. Я расскажу вам о времени нашей команды и северных штабов-разглавающих. Во-первых, я хочу благодарность. На самом деле, я хочу дать огромную благодарность руководству. Руководству. И человек, который приехал в нашу иступку, все время работают в ней и проверяют такие человеческие качества, которые мы имам даристан. Некоторые даристанцы, возможно, у вас получится, Алексей. Вы вызываете мне огромное уважение. И, конечно, я хочу дать огромную благодарность руководству города, который сегодня с нами. Очень приятно было слушать слова вашей поддержки. Один из финалистов, сотрудник торгового дома Киргу, представлял на конкурсе проект «Чистая вода», основная цель которого – защитить водные ресурсы республики, а в частности, черкейское водохранилище. По словам Алексея Подеева, выбрать именно это направление он решил из-за массовых случаев загрязнения воды. Проект «Чистая вода», как я говорил ранее, он связан с некой личной ситуацией, потому что была такая трагедия, которая произошла в октябре 2016 года, больше, чем два года назад. С тех пор, собственно говоря, возникла задумка. А так как для конкурса «Лидеры России» это было неким условием, в финал проходил только тот, кто сделает большой яркий проект. Но, собственно говоря, я решил это организовать уже в рамках конкурса «Лидеры России», и это получило достаточно большую поддержку общественности. Очень здорово. В ходе мероприятия всех финалистов конкурса «Лидеры России» наградили денежными сертификатами от торгового дома Киргу. Напомним, что «Лидеры России» – проект, направленный на выявление и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Ну а ГИБДД настаивает на еще одной реформе. Так подготовлен ряд нововведений в правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом сообщил главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников. В частности, изменения коснутся так называемых экзаменационных маршрутов, про которые будущий водитель не будет заранее знать. Более того, будут осложнены и задачи по теоретической части. Эксперты считают, что при таком строгом подходе получить права станет намного тяжелее, и в то же время это позволит укрепить знания и дисциплину самих автолюбителей. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Зумруд Гамидовой. Дагестан – предпоследний в рейтинге регионов России по доступности ипотеки. В исследовании учитывалась доля семей, имеющих средства на повседневные расходы и ежемесячную плату по ипотеке за двухкомнатную квартиру. Так, по итогам прошлого года, ипотечный кредит смогли себе позволить лишь 10% дагестанцев. По мнению экспертов, это связано с тем, что в Дагестане традиционно большие семьи и невысокие зарплаты. При этом большая часть населения проживает в сельской местности. В Дагестане подорожало незаконное оружие. Собственники нелегального огнестрела смогут сдать вооружение без последствий еще дороже. Внесенные изменения повысили расценки на выкуп пистолетов, автоматов и патронов. Теперь государство заплатит частному лицу 45 тысяч рублей за пистолет и 60 тысяч за автомат. Изменились расценки и на охотничье ружье. Его можно продать полиции за 4,5 тысячи рублей. Граждане, которые намерены добровольно сдать оружие, должны обратиться в отдел полиции. Семь томов Корана из личной коллекции Надр-Шаха нашли при оцифровке рукописи в Дагестане. Они переписаны каллиграфическим почерком и содержались в личной коллекции Шаха, который затем подарил книги одному из дагестанских правителей. Также обнаружена копия уникальной рукописи XII века, которой нет ни в одной коллекции мира. Это работа дагестанского ученого XI века. Он пишет об интеллектуальной истории Дербента того периода. В республике оцифровка старинных рукописей началась несколько лет назад. После того, как эта работа завершится, документы будут выложены в свободный доступ. В Дагестане уже продана половина путевок на ХАШ-2019. В этом году в республике на отправку верующих в паломничество выделено 8600 мест. Это 40% от общероссийской квоты. Меньше всего путевок осталось по программе «Стандарт» и с дополнительной услугой 8 дней в Медине. Прием заявок продлится до 31 мая. Однако, если квота будет заполнена раньше срока, прием документов будет прекращен. Подарки, теплые слова и пожелания. В одном из ресторанов «Махачкалы» чествовали новоиспеченного чемпиона лиги ACA Рустама Керимова. Поздравить бойца с яркой победой пришли его близкие, друзья и одноклубники. Подробнее об этом расскажет мой коллега Курбан Рагимов. Вакантный титул нашел своего обладателя. К этой победе Рустам Керимов шел долго и упорно. За плечами месяцы тренировок, сгонка веса и тяжелый поединок. Теперь все это позади. Самое время перевести дух и вспомнить забавные моменты подготовки. Столы накрыты, неформальная беседа проходит в теплой обстановке, созданию которой поспособствовали близкие друзья Керимова. Они уже долгие годы поддерживают его во всех начинаниях. В адрес бойца в этот вечер звучало множество добрых слов. Поехали на шпитер, переживали там на месте. Очень такой напряженный бой. То, что выиграл, очень рад. Дальнейших успехов в спорте и всего самого хорошего. Надеюсь, поезд и все тоже тебе поддастся. Мы всегда будем рядом и поддерживать, чем можем. Бой за титул чемпиона лиги АССА прошел в Санкт-Петербурге. Рустам Керимов встречался с Абдурахманом Дудаевым. Поединок для обоих выдался нелегким. Продлился он все пять раундов. Но дагестанский боец болельщиков не подвел. Все судьи единогласно посчитали его победителем. Достойный соперник. Огромное уважение ему. Мы смогли с ним раскачать бой, не потеряя достоинства и честь. Друг друга не оскверняя, не оскорбляя. Мы сделали так, чтобы бой стал на всю Россию услышанным. Мы не оставили ни одного болельщика равнодушным. Каждый. Кто-то говорил негатив, кто-то говорил хорошее. Кто-то болел за меня, кто-то болел за него. Но благодаря таким людям мы развиваемся. Если одна часть друзей смотрела бой на Сибур-арене, то все остальные с замиранием сердца следили у экранов. Дома смотрел. Очень зрелищный бой. Но, естественно, зрелищности помог еще тот, что соперник оказался тоже достаточно серьезно, высокого уровня. Но Рустам показал свой характер и свою подготовку, к которой он не зря готовился. И получил результат, победу. И обрадовал нас всех. Смотря на бои, тоже видно, что человек от боя к бою уже растет. И, мне кажется, сейчас то самое время, когда ему надо уже перейти в UFC, даже не в Беллатора, а именно в UFC. И там уже, мне кажется, он полностью может раскрыться как боец. Использовать весь свой потенциал. Отличным дополнением к поясу чемпиона стали подарки от друзей. В знак благодарности за победу они по-кавказски щедро поощрили Керимова. В планах у бойца заслуженный отдых, но почивать на лаврах Рустам не намерен. Через месяц он вернется в зал и начнет подготовку к защите чемпионского титула. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»